здравствуй мой юный любитель ультра жести ты смотришь выпуск о легендарных тайтлах переполненных реками кетчупа и килограммами фаршированного мяса проще говоря сегодня мы вспомним ультра жестокие аниме 90-х в 90-х годах прошлого столетия индустрия бурятских мультиков начала свое стремительное развитие и произвела на свет множество незабываемых и уже классических произведений причем не только детского и безобидного содержания но и раскрывающие суть человека изнутри прямом смысле кровавые они мэхи именно из этого временного периода крепко вшились в память детям 90-х которые в возрасте лет 8 могли найти одинокую кассету дома включить ее и обнаружить что мультики могут быть не только про винни пуха и том и джерри а еще и содержать в себе достаточно взрослые темы сразу говорю что абсолютно в каждом аниме огромное количество нарисованной жестокости поэтому данные подробности в обзорной части я не затрагиваю также хоть я и высказываю свои ощущения от просмотра но какой-то истиной в последней инстанции не являюсь мое мнение может не совпадать с вашим но в любом случае я беру на себя роль кореша который посмотрел за вас все аниме и может сказать нужно ли вам это смотреть или нет некоторые цензурные моменты мне все-таки пришлось замазывать youtube сегодня площадка очень непредсказуемая и даже за прошлые видосы пульта жести мне уже пытались повесить возрастное ограничение поэтому я хожу по тонкому льду мое мнение субъективно и неподкупно они подкупно благодаря моим дорогим и любимым спонсорам огромный респект выражаю этим ребятам особенно адель хайрулину косминогу и джонни волкеру за самые щедрые подписки а версию без цензурки кстати вы найдете на бусте не будем тянуть выпуска без того получился очень длинным заваривай бутеры режь чайок и мы погружаемся в мир 30-летней давности мангер представляет ультра жестокие аниме девяностых часть первая бешеный бык 34 долго думал с какого же тайтла начать данный топ и лучшего открывающего аниме чем бешеный бык 34 я представить не смог мэтт bull на удивление не скатывается в историю о монстрах демонах инопланетянах или супер мутантах а концентрируется на обычных таких персонажах полицейских нью-йорка из конечно же девяностых годов и наверное в этом и есть основная фишка данной овы весь сериал состоит из четырех эпизодов стандартными такими сюжетами в которые могут попадать два нестандартных копа персонажи абсолютные антиподы друг друга один японец типичный прям клишированный а яш который очень боится потерять свою девственность не с той дамой сердца поэтому сохраняет контроль даже в окружении десятка самых сочных женщин и живет видимо только по совести и чести а вот его напарник вроде как американец в честь которого кстати названо аниме огромный верзила словно скрещенной с таллона и шварцем мускулиная кекс машина готовый залюбить любую женщину до трясучки и выпотрошить все внутренности из любого злодея который попадается в его огромные горели руки причем овашки ну просто насквозь пропитанный фан-сервисом одежда на женщинах рвется при любом удобном случае причем в самых пикантных местах хотя данная тенденция присущие всем остальным тайтлам данного топа но в мэтт булли это чуток на другом уровне ироничности что ли а вот клиширование злодеев в бешеном быке только более клишированные расправы над этими злодеями если наш здоровяк на службе то он шмаляет во всех беззаконников что видят перед собой живыми бык никого не берет он просто раздает хэдшоты окружение в аниме самое стандартное маньяки убийцы наркоманы и проститутки типичный набор нью-йорка тех лет хотя думаю особо многое за эти 30 с лишним лет не изменилась вообще атмосферой аниме мне сильно напомнила фильмы типа смертельное оружие или красная жара в общем типичный такой бадди муви стилек про двух разных полицейских которые спасают город сюжет лучше даже не обсуждать местами он откровенно глуповатый местами беспросветно тупой и вроде бы создателей можно понять они пытались сделать пародию на полицейские фильмы тех лет но как по мне проверку временем аниме проходит плоховато шутки максимум что могут улыбнуть а происходящий абсурд купе с постоянно голыми женщинами буквально пытается отвлекать тебя от сюжета плохо это или хорошо не знаю я полистал мангу и скажу что там откровенных сцен куда больше поэтому если вдруг ты скучаешь по смертельному оружию кайфуешь от боевиков 90-х то в принципе оваху глянуть на вечерок под бокальчик гранатового сока самое то а если вдруг заинтересует той мангу можно полистать причем автора бешеного быка я еще затрону в этом выпуске но это будет бонусным тайтлом который формально не входит в наш топ 90 а теперь поедем дальше невероятные приключения джо джо на сцену врывается первая аваха по невероятным приключениям джоджо но первая она не по хронологии а по дате выхода и рассказывает уже о финальных событиях третьей арки рыцарей звездной пыли где джо тара выбивает всю дури с диво и знаете ну ладно пусть история начинается с финальных событий принципе знакомить зрителя с героями не так обязательно формату оба уже многие сегодня привыкли некоторые конечно могли вскрыться от того что события начинаются с середины истории но в целом такой подход понятен ово в большей половине случаев существует только для рекламы манги и я бы вообще не придал этому моменту такого значения если бы спустя 7 долгих лет в двухтысячном году те же ребята не выпустили предысторию 1 о вы то есть первую половину рыцарей звездной пыли и вся беда в том что ну как бы спустя 7 лет уже поздновато рассказывать предысторию уже есть смысл экранизировать новые события ну либо самую первую арку чтобы вы понимали возможно все что я наговорил выше звучит немного сумбурно и непонятно ща объясню ово 93 года начинается без какой-либо прелюдии и хоть маломальского объяснения истории и нас зрителей бросают в самые горячие точки приключений накачанных мужиков и на сегодняшний день смотреть такую лову лично мне было просто так как я читал мангу смотрел тв-сериал то есть событиями и персонажами как бы уже заочно ну знакомы с других источников ну либо же как минимум если вдруг человек не осведомлен или запутался он всегда может воспользоваться сегодня гуглом и понять чё он вообще сейчас смотрит но я боюсь представить ахуй тех людей кто приобрел все шесть эпизодов авахи в том самом далеком девяносто третьем году вставлял кассету в свой видик и вообще не вдуплял то что он сейчас смотрит мне кажется люди там откровенно сходили с ума уверенные что где-то упустили предыдущий эпизод или им продали кривую кассету где забыли записать пару предыдущих серий на мой субъективный взгляд если смотреть на все это через призму времени это попахивает каким-то откровенным издевательством но если подумать то и создатели авахи можно понять все дело в том что в девяносто втором году хирохика араки как раз закончил третью арку приключений джоджо продажи манги были восхитительными и на волне хайпа чтобы просто бустануть мангу ну и немного заработать на кассетах студия об решила анимировать самую драйвовую часть завершенной арки собственно таким образом у нас и появилась аваха 93 а уже двухтысячным им хватило мозга анимировать первую половину истории чтобы еще раз бустануть интерес кови 93 раскрыть для некоторых природу стендов как образовалась команда и ответить на некоторые вопросики которые появлялись при просмотре первой авахи и знаете возможно с точки зрения заработка и поддержания интереса такое решение было верным но вот логически на сегодняшний день это выглядит максимально странно и глупо но теперь давайте обсудим саму ову 93 потому что она по моим ощущениям просто шикарно я бы очень хотел чтобы весь тв сериал был именно в таком стиле меня сейчас возможно закидают помидорами жижайобы скажут что тут нет никакой зашкаливающей бизарности события отличаются от манги или того же тв сериала но 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 поймите меня правильно пусть эта ваха охватывает не все события арки пусть в ней некоторые моменты показаны скомканно и урезано юмора мало намного меньше чем в тв сериале но как мне кажется плюсы с лихвой перекрывают минусы во первых тут нет дурацких изменений цветовой палитры которая постоянно присутствует в новом тв сериале меня если честно эти искажения цвета всегда напрягали я понимаю что это стилистика что это фирменный стиль что это создает бизарность но для меня как для зрителя выверенный фиксированный цветовой стиль с ноткой изменений тогда когда это уместно подходит куда больше чем нескончаемая радуга с изменениями цвета волос губ и прочих деталей я не хочу смотреть на зеленое небо или фиолетовые волосы я и так кайфую от событий изменять цвета вокруг чтобы удержать мое внимание не нужно второе жестокость да конечно жестокость есть и в новом тв сериале и вроде бы она практически та же самая все моменты повторяют все так же как и было в манге но показано все это ну вот прям по-другому например момент с утрыванием головы пилоту вертолета в тв сериале он зацензурен затемнением зачем сериал вроде бы и так 18 плюс почему там есть странная цензура или например момент где дио заставляет коротышку рулить по тротуару насколько я помню в новом тв сериале был показан только окровавленный капот тогда как в авахе 93 нам показывают как автомобиль сбивает людей и вот такими мелкими деталями жестокостью на грани и напичка на авашка чего к сожалению нет в новом тв ну то есть жестокость есть и в новом тв но она другая как будто более попсовая и мягкотелая что ли ну чтобы вы поняли о какой жести я говорю гляньте как умер игги для ютуба этот момент пришлось вырезать потому что по правилам ютубы такое показывать нельзя на бусте есть полная версия третий момент как ни странно анимация эпизод где джотара играет в карты это просто фантастика лучшая экранизация ever в ней все по-взрослому нет дурацких визуальных объяснений нет зацензуренных сигарет даже накал событий передан лучше как по мне нет прыгающих типичных аниме вставок или переливающихся цветных фанов свойственных аниме уровня покемонов в общем взрослая крутая атмосферная покерная партия шикарной визуальной составляющей и хоть я привел в пример только один эпизод но плюсу относятся все эпизоды стилистически все сделано просто на высоченном уровне единственный минус который кому-то может показаться и плюсом но для меня это все-таки маленький минус то что dio в конце бросает на джотара не асфальтоукладчик а какую-то фу ведь именно из-за того что создатели убрали асфальтоукладчик они как бы исключили именно безарность то есть они во многих моментах о вы попытались уравнять именно ту странность которая и присуща всей серии джорджа тоже касается и детали одежды окружения и прочих мелких элементов и эта попытка убрать странность на мой взгляд является ошибкой пусть и не мега ужасный во всем остальном аваха лично мне подарила массу приятных эмоций повторюсь эпизод с покером лучший если делать вам нечего прям сейчас ходите гляньте вернитесь и напишите свое мнение а мы перейдем к следующему тайт кибер-город иду юсиаки кавадзири легендарное имя в мире аниме они у многие мои коллеги сняли не один выпуск поэтому я ничего к воде говорить не буду а буду говорить о очередной его работе кибер город это 808 и я вот не шучу на протяжении всего просмотра я как будто посмотрел аниме о киберпанке 2077 серьезно если прям чуть-чуть причесать мелкие моменты типа интерфейс компьютеров то это буквально то аниме которое мы заслуживаем во вселенной киберпанка 2077 а не то недоразумение что появилась на свет пару лет назад так вот о кибер городе на дворе 2808 год сюжет крутится вокруг трех преступников которые работают на правительство ведь с киберпреступниками лучше всего борется кто правильно другие преступники наши три героя пытаются освободиться от особых ошейников которые взорвутся если те не будут подчиняться приказом свыше а точнее шефу киберполиции если те ослушаются приказа ошейник взорвется но помимо мотивации остаться с головой на плечах им еще прилагается возможность сократить свой срок пребывания в тюрьме а сроки у ребят не маленькие некоторые превышают аж целых 300 лет заключения поэтому пацанов отличная мотивация работать и уменьшать свой срок но и задание киберзеком дают не простые а самые сложные и самоубийственные с которыми справится обычный коп или даже отряд кибер копов не в состоянии отсюда и вытекает столь повышенный интерес к вашкам то есть это буквально отряд самоубийц в мире киберпанка звучит весело выглядит точно так же в самом сериале кстати есть интереснейшая отсылка к феодальной японии во-первых кинжал дзюдте который находится на вооружении киберзека это прямая отсылка на средневековое оружие полицейских с помощью такого кинжала у которого кстати обычно был затупленный конец ловили меч противника и заклинивали в щели между гардой и клинком а затем ломали пополам или выбивали из рук также название города это это отсылка к периоду и до в истории японии а также к самому городу токио до того момента как токио стал токио его называли это ну и сама суть брать провинившихся зэков и давать им возможности скупить вину тоже на удивление происходило в японии в этот самый феодальный период саундтреков кстати у аниме 2 оригинальный японский и английский им хо английский вариант более удачно подходит чем японский но тут уж на вкус и цвет позабавила также микро отсылка к русским писателям в данном случае на достоевского вообще в плане анимации музыки какой-то атмосферы кавадзири нет равных да все три авахини супер гениальные сюжетные истории но то как все это подано можно только стоя поаплодировать все три героя уникальные разные дядьки в каждом из эпизодов раскрывается какой-то один герой и это круто тут нет гнетущего мрачника унылой философии и напряженных сцен спокойно можно расслабиться и глянуть интересный ненапрягающий сюжет с хорошими экшен сценами и реально харизматичными героями об этой аниме господина кавадзири я вроде бы все что хотел сказать сказал а теперь перейдем к другой более культовой его работе манускрипт ниндзя это наверное самое известное популярное и легендарное детища есиаки кавадзири манускрипт ниндзя и скорее всего именно эту работу знает каждый человек который хотя бы чуть-чуть интересуется темой не только аниме а анимации в принципе действия данного аниме происходят в 17 веке в японии я не буду окунаться в сюжет потому что он здесь незамысловатый злые дядьки с сверхспособностями хотят убить главного героя ну а тот должен всех спасти и все порешать и на самом деле сюжет здесь совершенно не главное главное тайтле японская культура менталитет и просто божественный экшен визуально манускрипт ниндзя выглядит на каком-то запредельном уровне изящные жестокие сражения интересные сверхспособности море крови самурайская эстетика как мне кажется на высшем уровне здесь абсолютно все в истории есть и любовная линия весь мульт выглядит как самый классический самурайский боевик герои сталкиваются с трудностями превозмогают себя и логично завершают историю и как я уже намекнул выше аниме работает только как эстетическая картина с атмосферой традиционной японии погруженный в мир демонов духов и самурайских мечей кстати пара интересных фактов дзюбэй кибагами главный герой манускрипта на самом деле является прототипом реально существовавший исторической личности ягу дзюбэя который является одним из наверное наиболее известных самураев феодальной эпохи ягу дзюбэя также можно было увидеть в разных фильмах книгах и играх например дзюбэй бегал в игре анимуша 2 хотя не знаю люди помнят об анимуша или нет вот только дзюбэй из манускрипта максимально далек от своего реального прообраза к вадзире понравилась концепция самурая без пути и цели поэтому от настоящего дзюбэя герой манускрипта унаследовал только имя и навык владения самурайским мечом также само название манускрипт ниндзя или ниндзя скроул является некорректным переводом оригинальное название на японском выглядит вот так что на русский можно перевести как дзюбэй повесть о ниндзя который повелевал ветром но в таком нержатом виде аниме больше походило бы на какой-нибудь странный иссякай поэтому по крайней мере на русский манер более лаконично звучало бы название повесть о ниндзя и если честно мне на самом деле здесь нечего добавить кроме как наваливать еще десятки хвалебных эпитетов моего глубинного восхищения в сторону манускрипта ниндзя поэтому подытожив все вышесказанное простой сюжет уникальные персонажи кинематографическая постановка ну там работа с освещением тенями прекрасная анимация изобретательные сражения и неплохие эротические сцены посыпанные восточной философией все это манускрипт ниндзя можно смело советовать тем кто хочет начать знакомство с взрослым аниме в отличие от следующего тайтла генокибер сначала расскажу краткий синопсис гена кибер это абсолютное оружие ужасный демон созданный учеными он обладает неизмеримой физической и психической силой а вот сущность этого чудовища две души близняшек элейн и дианы которые одержимы ненавистью друг другу в один ужасный день этот монстр вырывается на свободу и все бы ничего если бы его могли остановить те же ученые военные или хотя бы кто-нибудь но дело в том что контролировать такое чудище никто не способен таким образом начинается конец всего человечества синопсис закончен и давайте так чтобы вы понимали о чем сейчас пойдет речь один канадский популярный сайт составил интересный рейтинг топ-10 самых жестоких аниме восьмидесятых и девяностых годов гена сайбер в нем занял угадайте какое место даю вам секунду на подумать ладно с такой подводкой ответ предсказуем он попал на первое место я видел много неприятных фильмов мультфильмов здесь вообще рубрику ультра жести но до этого все смотрелось все-таки хоть с какой-то толикой смысла но гена кибер это совершенно другой случай я в жизни не видел такого количества бессмысленной жестокости на одну минуту действия более или менее еще можно глянуть первый эпизод но последующие буквально мясорубная сложное смотрибельное месиво концу третьего эпизода у меня вообще начало создаваться впечатление что при создании аниме аниматоры и режиссер просто соревновались друг с другом по уровню отвращения такое чувство что они специально пытались сделать так чтобы зритель не хотел смотреть дальше по сюжету он звучит только на бумаге на деле в мульте очень сложно найти какую-либо логику событиях хаотичные огромное количество бреда с какой-то чакрой ци ваджиры дхармой какой-то сломанный таймлайн запутаться здесь элементарно анимация странная она детализирована только там где смотреть аниме совершенно не хочется огромное количество крови нет нет это самый кровавый и самый бессмысленный тайтл на сегодняшний день что я видел и этот тайтл логичнее всего было бы поставить самый конец этого обзора но я просто не хотела заканчивать видео на такой негативной ноте потому что этим тайтлом я даже немного расстроен бывает что ты просто впустую потратил пару часов жизни но в случае с гена кибером просто хочется сходить и помыться с наждачной бумагой это веха ультра жести серьезно я уверен в этом аниме есть зерно смысла она сто процентов где то есть но я реально слепой возможно такой артхаус вообще не для меня и в данном случае вообще-то случай необычный и мне пришлось пойти дальше и почитать одноименную мангу по которой собственно аваха и была экранизирована и там все не так кошмарно рисунок не такой отталкивающий а сюжетно она не завершена с чего вдруг звезды сошлись таким образом что именно эту работу захотели превратить вову для меня загадка жака фреско также в манге заметно что нет такого количества отвратительных сцен я подозреваю что всему виной каичи ахата режиссер аниме мы с ним кстати уже знакомы он режиссировал опаснейшего гейста 86 а также опаснейшего гейста 2 которую я затрону в следующем видео возможно видео уже вышло и я добавлю ссылку здесь на ю тубе или в описании и там постараюсь нарыть чуть-чуть побольше инфы об этом странном человеке я бы понял если бы они остановились на первом эпизоде гена кибера но сделать целых пять эпизодов наполненных практически бессмысленным насилием но это как-то странно и я понимаю что в своеобразном ключе распиарил тайтл так что вы скорее всего уже пошли его искать но ребята не стоит вскрывать эту тему вы молодые и шутливые вам все легко это не то это не чикатило и даже не архивы спецслужб сюда лучше не лезть серьезно любой из вас будет жалеть лучше перемотайте и забудьте что я тут говорил я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес но хочу сразу предостеречь пытливых стоп остальных просто не найдут единственное за что спасибо гена киберу за то что он подкинул тацуки фудзимота идею дизайна пилы для человек пензопилы ладно я не уверен что фудзимота вдохновлялся именно гена кибером но на моей памяти это единственный тайтл где я вижу такую же концептуальную идею пилы вылезающие из кисти забудем гена кибера и перейдем к следующему тайтлу апокалипсис зерок но не думайте что на гена кибере трешатина закончилась встречайте апокалипсис зер действие происходит в постапокалиптическом токио в городе после землетрясения куча людей мутировали появились злобные демоны и во всем этом хаосе люди пытаются выживать у них есть школы сохранилась какое-то подобие жизни и для защиты от этих демонов специально воспитывались два брата именно они должны были стать владельцами особых костюмов при помощи которых ребята и защищали бы людей от зла но вот незадача один из братьев выбрал темную сторону и буквально превратился в злобную женщину или в гермафродита из сюжета я если честно плохо уловил этот момент и теперь братья обречены сражаться один выступает на стороне людей второй хочет их уничтожить местами все это выглядит мерзковато местами комично а местами на удивление зрелищно сюжет простой и бредовый но я в запой посмотрел обе овы и ну да через чур много в этом аниме эротически извращенных моментов но в целом концептуально это неплохо я бы даже провел аллегорию с хорошим таким винегретом из всех идей что были в те времена на слуху тут тебе смеси покемонов и гайвера есть даже какая-то бизарность джоджа и все пропитаны извращенными пубертатными фантазиями авахи всего 2 идут они по 37 минут и смотрятся на одном дыхании хорошая анимация много действий хочу выделить интересный дизайн лиц и глаз как будто смотрю детский мультик да и монстры здесь карикатурные и гиперболизированные но как только выпрыгивает озабоченная фемка ты сразу понимаешь что тут будет что-то на грани из интересных фактов вообще изначально планировалось 10 эпизодов овы но после публикации второго без объяснения причин всю работу прикрыли возможно все дело в той сцене где у старого деда вырастает длинный и он им обхватывает школьников при этом говоря что ему приятно но тут я не уверен может быть все дело в другом они в этой сцене хотя по мне она выглядит дикой также оригинальное название что у манги что у аниме выглядит вот так что перевести можно как прогресс какугу апокалипсис зеро появился только когда аниме попала на американский рынок 2010 году такуяши ямагучи автор оригинальной манги выпустил альтернативный пересказ всей истории и уместил его даже 8 томов против 11 у оригинала назвав мангу экзоскал зеро переводе экзочереп зеро извините кстати что я слово зеро не перевожу ну я думаю это и не надо на удивление по манге и аниме даже появилась видеоигра в девяносто седьмом году на первую плойку и представляла из себя файтинг со всеми ключевыми персонажами выпускалась она только в японии потому что видимо не прошла западный цензор но от игр вернемся к авахи западные критики 90-х также были в ужасе от неоправданного насилия и достаточно отталкивающих образов то есть большая часть критиков отнеслась к аниме негативно некоторые называли нулевой апокалипсис самым жестоким и ужасным аниме ведь мы эти критики не смотрели гена кибера кто-то назвал аваху самым гротескным аниме в истории а кто-то прям охреневал от сцены где демоница высасывает лицо школьника и пришивает его себе на тело при всем при этом мангу в японии как ни странно хотя чему я удивляюсь это же японцы в общем мангу они полюбили в девяносто седьмом году апокалипсис зеро даже стал одним из финалистов премии осаму тэдзуки но проиграл дарай мону больше вроде бы добавить нечего понимаю такой винегрет любят не все как и винегрет в принципе но меня лично на почитать мангу потянуло в телеге отпишусь после прочтения стоит ли тратить на это время а мы перейдем к следующему тайфу рикки о 2 дитя хаоса это вторая аваха рики оха первую ову мы уже затронули в последней части ультра жести восьмидесятых видосик можете найти на канале что у нас здесь по сюжету если 1 аваха рассказывала о реке который наводил кипиш тюрьме то 2 оба погружается больше в развитие лора историю семьи реки оха и общей кульминации истории реки о ищет своего родного брата который также как и рик обладает сверхчеловеческой силой только чуть-чуть другой если реки супер сильный и кулаком пробивает людей то его братюня может взрывать людей силой мысли а также их излечивать читать мысли в общем он как чарльз ксавьер только ходит и с волосами в этой авахе также лучше раскрывается несколько сюжетных моментов во-первых история матери реки что с ней стало и из-за чего реки хочет за нее отомстить во вторых за что начи так зовут родного брата ненавидит реки и почему у них не клеит сообщение и в третьих почему братья обладают такими сверх силами как вы поняли с тюремной аркой это авашка мало чего общего имеет появляется очередной злодейский брат как и в куче других аниме такого жанра реки надо защищать человечество спасать невиновных освобождать мир от злодеев и все в таком духе по самому аниме сказать особо нечего это такой же сжатый пересказ манги с кучей вырезанных измененных сцен и поданных в средненькой такой анимации я бы сказал даже сильно дешевенькой глянуть можно но чего-то прям необычного в тайтле нет лично для меня он работает только как замануха на чтение манги но вот за что реки о можно реально похвалить так это за то что он внес приличный такой вклад час не удивляйтесь в файтинге например реки о был основным источником вдохновения для дизайна м байсона серии стрит файтер то есть вот этот чел является прообразом персонажа из реки охи его дизайн списан с персонажа генерала васизаки одного из главных злодеев реки о и по-моему это весьма забавно реки о также часто упоминается как оказавший влияние на серию файтингов mortal kombat реки о был одним из тех кто вдохновил создателей сделать смертельные добивания фаталити бруталити и прочее ведь добивание в реки охи реально крутые если вы до сих пор не посмотрели гонконгскую экранизацию идите прекрасная трешатина но с mortal kombat им еще не все внешний вид люкенга его прическа и мускулатура это буквально сам реки о а некоторые рентгенов ские атаки у разных персонажей были вдохновлены иначе как я уже говорил злодейским братом реки еще из интересного реки зовут сайга реки о что переводится как могучий король или король силы в то время как имя начи или нати переводится как вопрос какая мудрость или в чем причина вообще все имена персонажей в истории имеют какие-то забавные переводы но всех я перечислять не буду также я не уловил такой грубый символизм как свастон на руке начи и звезду давида на клоке реки но возможно этот момент раскрывают манги а я к сожалению дальше тюремные арки не читал если кто-то в курсе напишите и кстати спонсором этого видео является моя группа vk народ если вам нравится контент хотите меня поддержать то подписывайтесь комментируйте я там каждый день публикую кучу мемосов иногда новости в общем подпиской активом vk вы реально поможете в развитии канала и проекта в целом ссылка в описании давайте добьем до 10к а теперь прыгнем следующий так меч правда меч правды это полнометражный фильм хронометражом около 50 минут сюжет снова о феодальной японии центре истории искусный профессионал в профессии самурая шура носки сакаки сакаки он умеет махать катаной и не показывать эмоции в общем человек крайне хладнокровный такого мастера нанимает клан накура чтобы тот защищал принцессу от ужасных ниндзей ну сакаки на протяжении всего аниме этим и занимается в целом скоротать вечер под такую классику можно но к сожалению есть нюанс хотя это даже не нюанса проблема и заключается она в том что ово основана на серии романов некоего такеши на руме а выпустил гражданин на руме целых пять книг о похождениях самурая а ваш к меч правды основана лишь на первой книге поэтому получить удовольствие от просмотра получается крайне сложно в истории есть куча вопросов без ответа персонажи появляются исчезают без каких-то предпосылок то есть все действия вавашки поданы обрезанными отрывками и насколько это соответствует первоисточнику тоже сказать сложно я лично романы не читал по самой истории которая показана в аниме видно что она пытается быть завершенной но естественно с открытым финалом скорее всего создатели хотели сделать серию фильмов и превратить похождения сакаки в ежегодный сериал но где-то что-то естественно пошло не так скорее всего причина банально успеха не получилось из необычного могу выделить рисовку уж очень странные но прикольные лица у персонажей но вот анимация слабее очень часто дублируется один и тот же кадр много статики но это кстати весьма типичная ситуация для начала девяностых есть продолжительные кекс сцены которые достаточно откровенные но каких-то бау эмоции не вызывают хотя местами это прям граничит с хентайщиной можно выделить еще звук в целом звучит все приятно но вот отсутствие контекста все же убивает впечатление от просмотра как я уже сказал выше с оригинальным романом незнаком но видно что зрителю очень мало контекста как будто либо некоторые детали были вырезаны либо их будут раскрывать в будущих продолжениях из реально интересных фактов ну во первых название меч правды появилась после американской лицензии оригинальное название вот такое шура носки демон герб человека косы смерти что как мне кажется звучит реально круче чем меч правды а во вторых меч правды и лицензировала а саша и в девяносто восьмом году и девочки вы обалдеете его пытались выдавать как продолжение манускрипта ниндзя ну знаете как у нас любят выдавать новый фильм с джеки чаном как доспехи бога 10 и естественно где манускрипт ниндзя со своим стилем и анимацией и где меч правды тем более меч правды вышел на три года раньше что иронично из-за этого казуса ну типа меч правды это продолжение манускрипта некоторые критики называют меч правды одним из худших аниме в истории хотя на деле овашка ну не лютый зашквар простой сюжет старая рисовка месилова на самурайских мечах каких-то откровений ждать не стоит я бы всему тайтлу дал ну шесть дзюбеев из десяти темный воин главный герой гениальнейший инженер и программист всего лишь за один год своей работы он покорил кремниевую долину его добавляют на обложку газеты time как самого крутого чела столетия он буквально звезда который может дать прикурить ну какому-нибудь илону маску по крайней мере складывается такое ощущение судя по тому как нам преподносят персонажа а дальше начинается что-то необычное во первых он встречает свою бывшую девушку с которой расстался как раз год назад когда переезжал из другого города во вторых попытавшись пойти с ней на контакт и обсудить прошлое может быть пересмотреть жизнь и взаимоотношения простить его во всех косяках и уж так и быть позволить ей снова начать с ним встречаться но она его не узнает буквально она не знает кто он такой точнее она его знает с обложки тайм но никогда с ним не встречалась вообще на этом моменте надо бы перестать рассказывать сюжеты можно было бы сказать а дальше идите и смотрите сами но замут интересно только звучит дальше узнается что чел является каким-то генномодифицированным супер клоном которому вживили фальшивую память и вообще он какой-то аналог бао бао я тоже вспоминал выпуске о 80 замут сводится к тому что гг которого зовут джо идет мстить своему создателю который тварина такая решил создать людей нового поколения хотя не мне его осуждать я все еще жду когда создадут катапса чтобы я узнал как они сур темный воин вроде как оригинальное аниме не романов не манги у него нет но зато есть очень много заимствований и образов из других схожих аниму тут тебе местами амаш на devil мэна на хелла 9000 звездной одиссея и уже упомянутый пао посетитель и тела взрываются от удара как в полярном кулаке в общем сборная солянка даже герой прям классический красавчик широкими плечами потрепанный жизнью страдалец не теряющие надежды на победу движимый целью не опускает свои мускулистые руки появляются какие-то кибер ниндзя супер компьютер от него отворачивается его лучший друг оказывается тоже подставной кстати только сейчас понял что сюжет темного воина это буквально сюжет 4 матрицы жаль что история в итоге с открытым финалом ова насчитывает два эпизода есть несколько прикольных экшен сцен например гигантский носорог или танк мне понравился момент как из чувака вылазили обратно пули не знаю почему но я прям детство вспомнил и жидкого терминатора качество исходника к сожалению посредственная и с вшитыми субтитрами возможно где-то в интернете есть качество получше и без хардсаба но я не нашел также в плане анимации в некоторых моментах почему-то у персонажей прыгают глаза как будто их нарисовала нейросеть и я не понимаю это было так запланировано чтобы зритель поднавалил кирпичей или же из-за качества теряется информация кадра но такие ляпы в мультике присутствуют за что огромнейший плюс темный воин родил вот этот мем ладно шучу кадр взяты за ними 90-х огненная птица но не ври что не повелся советовать просмотру не буду потраченного времени жаль чуть меньше чем от гена кибера поэтому перейдем завершающему 90-е тайтлы истребитель демонов в главной роли у нас демон ну почему-то имеющий внешность обычного такого юноши у него нет имени но зато имя есть у его меча меч зовут оникири мару блин как же классно звучит оникири мару поэтому и нашего демона зовут также зовут все истории в том что он хочет стать человеком но человеком он станет только тогда когда убьет всех демонов и собственно вокруг его похождения в попытке угнаться за мечтой и крутится четырехсерийная ово и знаете что это действительно интересный тайтл который я посмотрел за пару вечеров не знаю что в нем такого вроде бы выглядит достаточно обычно анимация не шедевр герой не супер харизматичной но вот что-то в мультике есть но давайте по порядку что хочется отметить во первых каждый эпизод это отдельная история со своими персонажами и их личной драмой а связывает их только наш главный герой со своим мечом и целью во вторых во всех историях действия вертятся всегда вокруг девушек то в одной тянке живет два демона то другая девчуля заключила контракт с духом и все в таком духе не знаю почему второстепенные персонажи всегда девушки возможно им легче сопереживать чем персонажем мужчинам либо же автор данного шедевра лютый сексист и думает что только у девушек бывают проблемы и они их не умеют решать а возможно просто в этом заключен прикольный образ что главный герой постоянно спасает барышень в беде и хоть структурные эпизоды все одинаковые ну происходит беда с девушкой наш главный герой постоянно оказывается рядом то мимо пройдет то разговор подслушает а в последний момент приходит на помощь и уничтожает злого демона и все достаточно просто примитивно и предсказуемо но даже при этом истории как мне показалось наполнены разными ситуациями это знаете можно провести такой пример скелет у нас один но мясо на нем сидит разное саму не киримару раскрывается плохо вообще его мотивация не до конца понятно но как мне кажется в сериале он выполняет роль лишь движущего механизма а вся соль именно во второстепенных историях мы же не пытаемся найти причину почему шейги из кубе каждый раз ищут привидения также и тут у не киримару просто есть еще выделю классную рисовку с таким классическим аниме стильком в котором тоже вроде бы ничего особенного но почему-то лично мой глаз очень радуется когда на это смотрит приятная музыка хороший саунд-дизайн удары меча разрезание демонов и прочие моменты звучат но возможно я чересчур перехваливаю сериал на самом деле понятно что каких-то прям вау вещей тут нет но как мне кажется здесь видно то что авторам было не все равно и они старались сделать приятный проект все-таки позволю себе посоветовать вам посмотреть уж не знаю получите ли вы такое же впечатление как я возможно мне просто тайтл залетел под настроение и особенно хочу отметить эффект шума не знаю откуда он взялся было ли так задумано или просто время так качественно попортила запись что при цифровизации получился очень своеобразный эффект но мне он дико понравился его бы я с удовольствием угнал в свои видосы если я понимал как его сделать и на этом можно было бы закончить выпуск но это еще не все как я и обещал в самом начале в этот выпуск попал и бонусный тайтл от автора бешеного быка о котором я забыл упомянуть в выпусках по 80 на самом деле это мой косяк я думал что плачущий убийца выходил в девяносто пятом году а оказывается выходить аниме начало еще восемьдесят восьмом а в девяносто пятом сняли полнометражный фильм с марком да каскосом в главной роли но про фильм я ничего говорить не буду потому что у меня есть маленькая идея сделать большой обзор старых фильмов снятых по манге или аниме как тот же 10 раз упомянутый реки о но я не знаю насколько это будет актуально или нет если вам такое смотреть хочется напишите коммент как вы видите к комментариям я прислушиваюсь именно поэтому по аниме хам 90-х решил сделать два больших видоса они кучу маленьких в общем ваше мнение я учитываю демократия у нас здесь как плачущий убийца здесь у нас очень странный тайтл потому что всеми своими завлекающими триггерами он нацелен на как ни странно на женскую аудиторию по крайней мере я так это их ну смотрите сами в центре истории супер мега крутой мафиозный киллер красавчик с отличным накачанным телом с очень крутой вызывающей татуировкой он плачет когда выполняет заказ на убийство работает он убийцы не по своей воле и вообще весь такой невиновный ни в чем ну точнее он виновный но это как бы мы оставим за скобками он влюбляется в девушку которую должен убить потому что она его видела в тот момент когда тот совершал убийство какого-то очень плохого дядьки она девственница в свои 29 лет и ее последнее желание перед тем как он ее убьет является кекс кекс конечно же с этим накачанным полубогом и после этого он не решается он хочет все бросить ради нее и быть с ней после лишь одного взгляда и пары балок и фриман начинает рисковать жизнью ради обычной офисной клеркши но это прям очень романтизированная история с этим глупо спорить и да я не знаю существует ли феминити в клерках но звучит круто теперь чуть поподробнее разберем что же такое этот плачущий убийца аниме состоит из шести эпизодов основана вся экранизация по одноименной манге каждый эпизод логически завершён можно сказать несет в себе свой не привязанный к другим эпизодам сюжет конечно там есть одни и те же персонажи с ними происходят какие-то события которые отражаются в последующих эпизодах но именно сквозной какой-то масштабной сюжетки я не заметил либо я не хочу ее замечать могу лишь предположить что из манги просто вырвали интересные сюжетные арки и решили наклепать по самым динамичным и завершенным историям такой мини-сериальчик именно поэтому от эпизода к эпизоду лично я замечал кучу каких-то сюжетных несостыковок или недосказанностей хотя данный тейк можно отнести ко всем тайтлам которые вообще были в данном видео но в плачущем убийце это сильнее бросается в глаза ну например после первого эпизода фриман сбежав с девицей уже в следующем эпизоде резко становится главарем организации почему он стал главным зачем он стал главным этих ответов не будет точнее будет главный женский аргумент потому что иногда фриман забывает о своем важнейшем постулате поплакать после убийства он просто всех мочит и времени для пускания слезок уж как-то и нет либо их забывают нарисовать но во всем остальном crying фриман это отличное тупое и угарное зрелище тут я возьму на себя смелость и создам новый термин в интернете это пост мемы что именно в моем понимании означает пост мем это особые элементы в старом культурном произведении которые если бы появились сегодня они бы обязательно стали поводами для огромного количества шуток обыгрываний короче стали бы такими хорошими качественными мемами но пост мемы это то что в далеких 80-х или 90-х еще никто не мог идентифицировать и находить в этом угар и веселье для аудитории тех лет это выглядело либо непонятно либо обычно ну либо даже круто вот например фриман в аниме очень часто любят вставать в позу качка при любом удобном случае он стоит аки маскулистый аполлон в самых обычных ситуациях дон буквально срисован скачков золотой эры бодибилдинга фриман постоянно зачем-то раздевается и обнажает свое татуированное тело а после в труселях голый бегает и убивает супостатов что тоже выглядит мем на причем раздевается не только один главный герой тут у всех фетиш на раздевание фриман являясь главарем своей организации выполняет сложнейшие задания и рискует своей жизнью сам такое чувство что в организации больше никого нет кроме него и он там из-за уборщика из-за директора в истории он женится на девушке которую в начале спас у них якобы любовь до гроба и все такое но если в сюжете появляется женский персонаж он обязательно ее чпокнет и хоть этот момент попытались чуток сгладить указав что отношения у женатиков ну свободные но все равно это выглядит крайне странно когда фриман бросается на любую бабу которая появляется в истории фриман настолько крутой что способен перерезать какие-то там особые точки в теле жертвы и точно знает через сколько минут жертва истечет кровью и умрет но может и не умереть если пойдет больницу прямо сейчас то есть такой супер хирург убийца другие персонажи истории это отдельный вид кринжатины черная женщина кач голые татуированные старухи другие татуированные качки двухметровые жиробасы и жиробасихи челы с металлическими зубами колорит персонажей просто поражает а рояли в кустах это непризнанное величайшее искусство например иногда появляются удивительные сюжетные твисты с срыванием масок лица как в миссии невыполнима или работающие радио под мостом по которому можно вызвать нашего супер мега убийцу на помощь русская мафия работающая с японскими якудза короче тут такой шизы просто навалом этот тайтл можно с уверенностью назвать самым недооцененным зрелищем абсурда за все десятилетия восьмидесятых в данном случае происходит какой-то феномен сумерек вроде бы кино создано для девочек но с него в голосину угорают пацаны фриману даже можно дать другой эпитет это сумерки восьмидесятых и здесь я перечислил лишь малую часть угарных тейков но чтобы закрепить понимание давайте расскажу последний угарный трэш момент фриман подпрыгивает на одной ноге и видимо от силы прыжка оставляет свой слепон на земле из пятки другого слепона рукой достает ножик вставляет его между пальцами той ноги с которой снялся слепон и начинает прыгать по локации перерезать одной ногой супостатам жизненно важные места а после перепрыгав на одной ноге все помещение он естественно заплаканный вытворяет серию фляков все еще на одной ноге и ровно точно в голову дырявит главного злодея и вопросы зачем тебе нужно было разуваться и почему ты не мог сделать все это руками здесь не работают индийское кино может этим вдохновляться и из таких моментов и состоит весь фриман если их все начать перечислять то можно сделать еще одно часовое видео ну ладно аниме ей же фильм по плачущему убийцы которые смотреть можно только под градусом и в очень веселой компании ну то есть точно так же как сумерки но как я уже сказал выше по старым киноэкранизация манимух я бы прошелся в отдельном видео напишите как вам моя идея подытожив если выключить мозг и попробовать взглянуть на фримана как на семейную сагу вина дросселя который совокупился с эдвардом из сумерек где внутри повествования все происходит на серьезных щах где события созданы не для логики а для какой-то трэшовой зрелищности то удовольствие можно получить неимоверное смотреть серьезной миной это просто непозволительно кстати как и большинство тайтлов тех лет если кто-то читал мангу напишите она такая же прекрасно кринжовая или это получилось передать только в аниме а манга это серьезное крутое чтиво моя же оценка плачущего убийцы 11 пацанских волков из десяти ну вот собственно и открывающий первый ролик в этом году да я чуток припозднился точнее конкретно так ел и почти четыре месяца не выкладывал видосы но все как обычно идет не так как планирую сначала под конец прошлого года как-то жестко заболел потом на панике решил отложить биографию 100 манихея и быстренько ну знаете так быстренько прям сделать видос по ультражести но на этапе отсмотра анимух понял что быстрым ролик не получится плюс накрыла уже тотальная необходимость обновлять видеокарту нужно было срочно нафармить кучу бабла на все мы знаем что youtube каналы типа моего приносят супер мало поэтому я конечно отвлекался на всякую подработку халтурку там заказики пришлось пару раз гонять в командировке очень кстати помогли репзи с бусти всем огромная благодарность без вас я бы точно трудился дольше еще большущие спасибо борису в хс нику он прям очень круто добавил антуража всему видео думаю с этим все согласятся ссылка на его канал есть в описании современное кино и сериалы в его озвучке это как мне кажется прям глоток свежего воздуха еще чтобы оставаться в курсе того что с каналом что со мной влетайте в телегу кто хочет поддержать влетайте в бусти и еще маленький анонс по твичу мы там смотрим кино аниме играем в игры короче залетайте на твич и ждите следующий видос он уже должен выйти быстрее так как по биографии 100 манихе сценария больше половины уже закончил и сейчас надеюсь начну сокращать время выхода новых видео но тут как сами понимаете классическая русская рулетка деньги то есть то нет поэтому трудюсь как могу прошу понять и принять суровую жизненную правду также жду комментарии какие аниме из 90-х вам запомнились больше всего не забывайте что это лишь первая часть из двух про эпоху жестоких 90-х я не хотел делать огромное видео на почти два часа так как рубеж больше часа хронометража пока пройти не могу психологически как трудно это монтировать поэтому пока что так ждите вторую часть ультра жести 90-х ну а тот кто вообще дослушал до этого момента ну ты красавчик спасибо тебе и думаю самое время поставить лайк если не забыл и еще раз всем спасибо за просмотр пацанов обнимаю девчулям жму руку и кланяюсь и увидимся в новых видео видео Продолжение следует...